Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вам предложить новое видео, новую встречу с Ольгой Алексеевной Бутаковой, которую мы провели недавно по интернету, по скайпу. Был довольно-таки сложный монтаж, потому что в разных местах, разное качество звука, воедино все это соединили. Но о чем же это видео? Полагаю, это видео будет вам очень интересно. Во-первых, оно о соединительной ткани. Мы никогда эту тему не поднимали, ни я, ни она отдельно, в таком масштабе, в таком емком, скажем так, к изложении. Про коллаген, о связках поговорим, о аминокислотах, что формирует соединительную ткань, что для нее необходимо из питательных веществ. Вы также узнаете, в каких продуктах что содержится. Я дал очень интересные сведения, данные, кстати, не только слушайте, а читайте, там будут и ссылки, там будут, главное, показаны и таблицы, а также в каких продуктах содержатся те или иные аминокислоты, по некоторым, по крайней мере, подробно я информацию туда дам. Некоторые думают, что, ну нет, лизина того же практически в растительных продуктах или мало, так вот я привожу примеры, где и даже показываю, насколько больше, чем в так называемых продуктах животного происхождения, того же лизина больше в некоторых растительных продуктах. Так, вы узнаете и о вариантах пополнения организма нужными питательными веществами, о многом другом. Мы и о кетодиете тут поговорили кратко, и поговорили о лектинах, и так далее, и так далее. То есть, полагаю, вы не разочаруетесь, смотрите. Приятного вам просмотра. Добрый день, Илья Андреевич. Здравствуйте, Ольга Алексеевна, добрый день. Сегодня мы с вами очень интересно можем побеседовать, потому что я разрабатываю новое направление в биологических нутрицептиках, которое может, в общем, очень многим людям помочь с их здоровьем. И я сейчас расскажу вот эту вот идею, что, так сказать, чем я сейчас занимаюсь, и потом мне очень интересно будет выслушать, во-первых, ваше мнение по поводу этой идеи, и, может быть, мы даже сделаем какой-то такой вот проект по оздоровлению, ну, такой более серьезный, потому что теоретические данные настолько, ну, скажем, убедительны и интересны, что вот прям хочется с ними поделиться. Согласна на такой сценарий? Да, Ольга Алексеевна, давайте согласим. Очень интересно с вами работать, потому что то, что знаете вы, я не знаю, а то, что знаю я, вы знаете, поэтому в данном случае я как бы даже выступаю в роли ученика, потому что я не диетолог, я не фитотерапевт глубочайший такой, да, я не занимаюсь по жизни специями, а на самом деле хорошее здоровье – это еда, специи и травы, да, и БАДы, они уже сделаны только благодаря вот уже как бы научной мысли, чтобы заменить какие-то варианты еды, которые мы по каким-то причинам либо не можем, либо не хотим заменить, да. Вот, давайте поговорим про соединительную ткань. Итак, значит, соединительная ткань – это то, что все соединяет, она переводится со слова «клей», то есть вот в нашем организме, условно говоря, есть какой-то клей, который все-все-все-все склеивает, потому что иначе мы превратимся просто в лужицу. Меня вообще очень заинтересовала теория тканевого подхода. А раньше, вот в течение 20 лет мы уже как бы, ну, с вами параллельно идем, да, мы все время кормили клетку, поили клетку, очищали клетку, системы, органы, и вот настал, видимо, момент нам немножечко подняться с клетки, но спуститься с систем. И там мы наткнемся на 4 типа тканей в организме человека. То есть я, честно говоря, когда первый раз узнала в своей медицинской деятельности это, я была потрясена, что органов там, условно говоря, 70, да, а ткани всего 4, и существует единая универсальная система строения. Итак, первый тип ткани – это у нас нервная ткань. И мы с вами уже говорили об этом, и мы с вами уже предлагали людям выход, как укрепить свои нейроны, и еще будем вам этом говорить когда-нибудь. Второй вид ткани – это эпителиальная, то есть это защитно-выделительная такая ткань, которая покрывает слизистые. И тоже мы уже много раз говорили, как почистить, как улучшить отхаркивание, там, выделение и так далее. Третий тип ткани – это мышечная. Это, собственно, вот структура организма человека, где копятся основные, в основной энергии в митохондриях, да, потому что, когда человек становится пожилой, мышечная ткань практически уничтожается, да, и вот за счет этого человек не может никак энергию накопить, да. Но оказалось, что самая главная ткань – это все-таки соединительная ткань. Вот этот вот клей, и для меня это было, в общем, большим открытием, причем вот не в первых дней работы, например, в медицине, а уже приблизительно, наверное, через 10 лет, вот, может, даже через 15, существует такой белок, который называется коллаген. И этот белок, по сути дела, является как бы арматурой кожи, разных слоев кожи, связок и еще многих-многих различных структурных элементов. Вот функции коллагена отвечают за упругость ткани. Вот когда мы трогаем руку у ребенка там или какую-то часть, и ножки упругие, да, если мы бабушку потрогаем, вот этой упругости уже не будет. Эластичность, за рост новых клеток, за структурность и соединение, за дряблость, за обвисание. Ну, и не секрет ни для кого, что люди стали жить дольше. Вопрос качества жизни, да. Вот я, например, на седьмом десятке, ну, совершенно не хочу стареть. Меня эта перспектива старости вообще не устраивает. И поэтому, вот я еще, так сказать, с корыстной целью начала изучать глубоко прямо эту соединительную ткань, именно для того, чтобы задержать какие-то темпы, снизить хотя бы эти темпы естественного старения. Самое главное, что коллагены существуют в нескольких видах. Это вот жидкое состояние коллагена, кровь, я, честно говоря, не знала, что это коллаген, лимфа, межклеточная и спинномозговая жидкость и все тканевые, межтканевые жидкости, да, волокнистая, волокнистая это сухожилия, фасции, связки, сумки, различные поддерживающие связки, то есть у нас все куда-то прикреплено и в кишечнике, и в желудочно-кишечном тракте, и органы малого таза на каких-то связочках к чему-то крепятся, вот это все соединительная ткань. Желеобразная, это вообще удивительный вид ткани, я думаю, что мы когда-нибудь отдельно о нем поговорим, потому что выращивание хрящей это, по сути дела, возможная реальная, так сказать, история, а у нас к старости уже у всех, по-моему, хрящи-то становятся такими сточенными, да, ну и, конечно, твердые, это кости, и тоже здесь нас подстерегают различные проблемы, вот остеопороз, да, когда решетка кости, фрамуга вот эта вот, становится совершенно слабенькая, и, кстати, для меня было очень большим открытием, что бабушки, когда ломают шейку бедра, они, оказывается, сначала ломают, а потом падают, вот, потому что я думала, что они падают, и при падении ломают, вот это меня совершенно потрясло, оказывается, она сначала ломается, и потом человек падает, и провести весь остаток жизни, условно говоря, в памперсах на кровати с несросшимся тазобедренным суставом, это, в общем, перспектива очень плохая, поэтому нам надо раньше начинать. Смотрим, что же такое соединительная ткань. Я познакомилась с профессором Алексеевым, и он меня, он мне провел консультацию такую очень длительную, потому что, честно говоря, врачей этому не обучают, вот я не помню, чтобы нас в институте обучали функциям, там, строению соединительной ткани, да, и вот, во всяком случае, те, кто занимаются, говорят, что старение можно остановить именно за счет старения вот этого коллагена. Наше тело на 85% состоит из соединительной ткани, но не считая воды, мы как бы убираем сухой остаток, да, вот есть вода, которая там 60-70%, а есть ткани, так вот, из ткани 85% это соединительная ткань, и она поддерживает, соединяет, значит, входит в стенки капилляров, соединяет ткани между собой, и у нее очень-очень много функций, и посмотрите, как она интересно устроена. Она состоит из белков, и, кстати, самая большая проблема, как, ну, как вообще мы все знаем, да, это не углеводы, потому что углеводы мы можем получить. Самая большая проблема человечества, где он вообще возьмет белки. Если мы, допустим, выходим на духовный уровень развития и, как бы, декларируем для себя, что, ну, нежелательно нам убивать вот все то, что мы убиваем, да, если мы хотим быть грамотными, цивилизованными, там, духовными людьми, конечно, мы должны снизить потребление животных белков. Вот второй момент, когда мы снижаем, чем их заменить, вот это самая главная проблема, да. Итак, посмотрите, как она хитро устроена. Значит, внизу косичка, потом эта косичка соединяется, там, 8-10 жгутиков, а потом эти жгутики соединяются просто в кабели, такие вот с оплеткой. Причем эти кабели мощные, структурные, они находятся во всех органах, строма органа поддерживается. То есть это совершенно замечательная история. Вот если бы я это знала, ну, может быть, там, 40 лет назад, когда я начинала работать врачом, я вот клянусь, я бы всю жизнь посвятила соединительной ткани, потому что на самом деле ее надо с детства. Вот ребенок растет, а ему уже не хватает. Подросток пошел в рост, а ему уже не хватает. То есть за счет этого образуются и сколиозы, ну, и разные другие заболевания. Структура соединительной ткани. Посмотрите, как она усиливается по мере синтеза. Вот маленький пучочек, побольше, побольше пучочек, еще побольше, мощный пучок и уже конечное волокно. То есть вот когда я смотрю на электрические кабели, там, высокого напряжения, там абсолютно точно такая же структура. Поэтому вот об этом надо знать и об этом надо помнить. И самое главное, что нам нужно сырье для того, чтобы четкий вот этот синтез, кстати, на который идет очень много энергии. И вот симптомы недостаточности соединительной ткани. Ну, возьмем коллаген, но там еще есть эластин, там еще есть другие, как бы, кератины различные. Там много белков, которые находятся в соединительной ткани. Это потому что и волосы, и все, да. Так вот, какие мы можем симптомы заметить, да. Ломкость сосудов, а ломкость сосудов – это инфаркт, инсульт, да. Появление морщин – это старость. Обвисание кожи – это старость и дряблость, и это немощь. Неприятные ощущения в суставах, то есть нарушение синтеза соединительной ткани и хрящей. Ослабление костной ткани, то есть это переломы в любом возрасте, независимо, так сказать, от нашего состояния. Зубы, парадонт, периодонт, связки все зубов, которые крепят. То есть к 40 годам человек практически уже лишается естественного состояния зубов. Выпадение волос, нарушение зрения, то есть колоссальное-колоссальное количество симптомов. Это вот просто самые такие, а существуют еще десятки мелких симптомов. И вот типы коллагена, вот это самое интересное. Оказывается, у нас около 20 типов коллагена, 25, а некоторые ученые даже до 30 насчитывают. Первый тип, второй тип, третий тип, четвертый тип, да? То есть и все коллагены устроены по-разному. То есть у нас в организме существует программа синтеза 25 видов коллагена. То есть хрусталик – это тоже коллаген, там среды глаза – это тоже коллаген. Значит, связки глаза, капсулы, различные поддерживающие элементы – это тоже все коллаген, просто разного типа. Так вот, самое главное, к чему мы переходим, условия для синтеза коллагена, то есть строительные материалы. Первое – это белки, в конечном счете аминокислоты. Второе – это гак, гликоза, аминогликаны, хондроэтины, гиалуроновые кислоты и так далее. Третье – это витамины, их немало, С, А, Е, К, Д. То есть вот без этого синтез вообще не идет. И микроэлементы – кальций, фосфор, магний, цинк, сера, кремний, марганец и медь. Причем, что самое интересное, Юрий Андреевич, это все одновременно. Вот это вот вводит меня прямо в какой-то ступор. Потому что, ну вот все есть, а нету витамина С, например. Или все есть, но солнца нету, зимы нету, там зима, нету витамина Д. Или, например, просто не хватает кремния, марганца и меди, да, и все, синтез коллагена прекращается. Либо коллаген становится рыхлым, каким-нибудь, допустим, недоброкачественным. Костная ткань не формируется, подросток растет, у него связки утолщаются, уплотняются, жесткие. Он ломает, рвет эти суставы, связки, да. Поэтому вот эти вот условия, они на самом деле непростые, вот вообще непростые. То есть я не для одного из, как бы, заболеваний, не знаю вот этих условий, чтобы так много нужно было, причем одновременно, да. И вот какие аминокислоты, вот об этом мы поговорим с вами подробнее. Смотрите, вот в чистом виде коллаген это две аминокислоты, такой самый простой коллаген базовый, пралин и лизин. Пралин это заменимая аминокислота, то есть когда мы употребляем пшеницу, там еще разные какие-то продукты, эта аминокислота поступает. Но как только мы ее обработали термически, вот, кстати, у сыроедов огромное преимущество, потому что, ну, естественно, они термически ничего не обрабатывают, и поэтому в любом случае они получают нативную форму. Но ведь у нас сыроедов, кстати, сколько у нас процентов сыроедов, Юрий Андреевич? Ну, полагаю, в России не более полупроцента, а где-то процентов шесть вегетарианцев и веганов точно уже есть. Да, да, да. Ну, то есть сыроеды немножечко отстают, несмотря на ваши титанические усилия, да? Ну, конечно, но все равно это уже сотни тысяч людей в любом случае. В любом случае это уже хорошо, но миллионы людей, миллиарды, да, они мясоеды, они, так сказать, вареноеды, ну, вот так вот их назовем, да, и поэтому вот этот лизин незаменимый они практически не получают. Потому что, вот, казалось бы, для мясоедов должно быть преимущество, да? Я сейчас покажу, в каких продуктах лизин содержится в чистом виде, да, я из общего. Но это преимущество они теряют полностью на пути приготовления продукции. Из-за денатурации белков. Из-за денатурации белков при 65 градусах. Дальше, глицин заменимая, но, скажем так, мы можем ее откуда-то получить, а вот метионин, это одна из самых главных аминокислот, незаменимая. То есть получается, что лизин и метионин – это проблема, я вообще считаю, человечества, всего человечества. И тот, кто первый решит эту задачу, откуда нам взять в натуральную, в нативном виде лизин и пролин, тот может решить проблему старости. Ну, и честно говоря, Юрий Андреевич, я подозреваю, что это будете вы. Ну, я могу уже сказать, все новое, хорошо забытое, старое. Если вы помните, на Руси всегда была одна основная экспортная единица на запад – Пенька, да? Из чего делали, да? То есть, собственно, конопля. И вот мы забыли, что сейчас уже есть такой уникальный продукт, который в Древней Руси, собственно, было два уникальных продукта. Хлеб тот же не из пшеницы делали в старые времена, а из амаранта. И вот как раз тот самый амарант и та самая конопля в себе содержат все незаменимые аминокислоты, все восемь. Причем того же трептофана, аргинина, например, тоже незаменимых аминокислот, они содержат до трех-пяти раз больше, чем тот же горох, бобовые и так далее. Поэтому самый уникальный продукт и будущее человечества на самом деле заключается в его прошлом. Это конопля и амарант. Вот там содержится все. Потрясающе. Ну, это, наверное, не та конопля, которая, допустим, содержит, ну, как бы, веселительные. Есть же и другая конопля, кормовая, наверное, какая-нибудь, да? Я вам более того скажу, что это сделали искусственно эту, скажем, наркотическую коноплю. Она всегда на Руси была обычной, нормальной, это был пищевой продукт. То есть техническая конопля и сейчас официально выращивается и продается. Вот мы, например, поставляем, продаем, производим даже уже очищенную зерна конопли, то есть без плевел. И более того, есть, например, протеин конопляный, который содержит, ну, во-первых, все 8 из 8 незаменимых аминокислот в таком количестве, что они содержатся, если на сухой остаток воду выпарить, например, говяжью печень, так вот там больше аминокислот всех незаменимых, чем той же, например, говяжьей печени. Вот так-то. Удивили. Сильно удивили. Вот всем занималась. Амарант, знаю, коноплей никогда не занималась. И как бы слово конопля, оно было, ну, как-то вот вообще, знаете, персона нон-грата, да? И поэтому у меня даже мысли не было такого слова этого произносить. И, соответственно, у меня информации этой нету. Я благодарю вас. Вот я уже первый покупатель у вас этих конопляных семечей. Дальше. Витамин С, витамин А, витамин Е, витамин В и фолиевая кислота. Значит, тоже состав нехилый, я вам скажу, да? Но как бы с витамином С проще. Ну, В6 и В9 это как бы, ну, проблемная зона немножечко. Могу сказать сразу, что, например, тот же суперпродукт, такой как спирулина, к примеру, содержит всю группу В, от В1 до В17 лайтрила, противоракового витамина очень сильного. То есть вообще все. Ну, будем считать, кроме В12, хотя тут тоже теоретически есть данные, что дикая спирулина, в отличие от лабораторно полученной, все-таки содержит тот самый В12. Ну, даже если без него, в любом случае В6, В9 фолиевая есть, а однозначно и в больших количествах. Потом, сок проростка пшеницы, конечно же, тоже содержит и В6 и В9. Вообще практически любая зелень. Сныть, крапива, дикоросы содержат, помимо, кстати, тоже всех незаменимых аминокислот, в том числе и витамины В6 и В9. Так что здесь проблем нет никаких для веганов и сыроедов тем более. Да, по витамину D с вами поговорим, потому что спирулина витамин D точно не содержит. Итак, дальше суставы. Давайте конкретно перейдем к каким-то, ну, таким осязаемым частям, которые нужны всем, гибкие до конца жизни, потому что чем старик вот отличается от молодого человека? Ну, гибкостью суставов, да? Как он присядет, как он встает, как он двигается, все это, да? И когда у меня заболел палец, я поняла, я очень долго микрофон держу холодный, 20 лет практически, да? И когда я сделала рентген, у меня палец вышел немножечко в одном из суставов из-за, вот руки акушера бывают, да? Ну, я не акушер, у меня, слава богу, не правая рука, но левая, потому что у меня микрофон все время в левой руке. И я поняла, что нужно восстанавливать. Я пришла, значит, к лучшему, можно сказать, ортопеду, сделала рентген, он говорит, у вас сустав вышел из своей луночки. Я говорю, что делать? Он говорит, ой, очень простое решение, мы три косточки удалим, говорит, здесь, и говорит, этот пальчик, ну, говорит, приделаем вам к другой косточке, там, к четвертой. Я говорю, а для чего, какая цель у нас вот этой манипуляции? Он говорит, ну, чтобы боли не было. Я говорю, ну, а я могу консервативно что-нибудь? Он говорит, ну, попробуйте, но вам ничего не поможет. Я говорю, ну, хорошо, через годик я вам скажу, потому что я теперь поняла, что палец надо не приводить, а оттопыривать, но я поняла, что у меня тут произошли уже органические изменения. У меня сейчас задача вырастить, мобилизовать свой собственный сустав, поэтому я этим буду заниматься, наверное, около года, и вот через год я как бы сниму контрольный срез, потому что я сейчас, собственно, уже начала смотреть, чем питаться, как, что, какие упражнения делать, и достаточно серьезная программа. А я могу дать очень интересную здесь вам тоже рекомендацию, вы потом мне напомните, и я вам расскажу про наружные применения определенных веществ, которые позволяют даже регенерировать суставную ткань и жидкость. Вот, замечательно. Итак, смотрите, для мышц и, значит, связок и соединительной ткани нужны 7 аминокислот для роста мышц, 7 минералов и 6 витаминов, и плюс 5 аминокислот для соединительной ткани и 2 аминокислоты для костей. То есть нам практически все незаменимые плюс часть заменимых, я сейчас не буду вдаваться в подробности, нам сейчас как бы хотя бы тему целиком понять, поэтому все, кто хотят, суставы, мышцы, хрящи, обязаны думать о том, где они завтра будут брать конкретно 7 незаменимых и кое-какие заменимые, не считая этих минералов и витаминов. Итак, белок – это наше все. Ферменты, гормоны, антитела, ДНК, РНК – мы его получаем из продуктов животного и растительного происхождения. И белковые цепочки строятся из последовательно соединенных аминокислот. Но, когда мы их съедаем, они должны расщепиться опять до отдельных аминокислот. Поэтому нам логически лучше брать усвояемые растительные белки, которые достаточно проще расщепляются, чем те же животные, и от них меньше сухого остатка, ненужного нам. И посмотрите, вот лизин. Значит, я собрала с интернета, ну как бы не учитывая пока вегетарианство и веганство, там, где ученые дают высокое содержание лизина. И вот мы получаем постная говядина, ягненок, стейк, вот пармезан, индейка, свинина, соевые продукты, слава богу, тунец, лосось, пикша, треска, креветки, тыквенные семечки, слава богу, белая фасоль, чечевица и яйцо. То есть, но никто не говорит, что все это должно быть в сыром виде. Вы понимаете, какая история? То есть, везде полуправда, везде что-то недоговаривают. Человек кушает мясо, хоть полкило в день будет кушать, и он ничего не получит. Куча. Именно, именно. Поэтому те продукты, которые человек в малых количествах, но все-таки в живом виде, в сыром потребляет, в виде салатов, а во многих зелени, во многой зелени есть много аминокислот и лизина в том числе. Так вот, человеку, кто ест в живом, в сыром виде, не нужно такого большого количества аминокислот, в том числе лизина, как тем, кто ест вареную, жареную, донатурированную, мертвую пищу. Ну вот, давайте, посоветуйте еще раз вот так, телеграфно. А я потом впишу сюда, какие продукты нам надо употреблять, чтобы получить лизин. Прямо конкретно. Ну, во-первых, действительно бобовые, причем я советую это, действительно, либо чечевицу, либо маш, нут или горох, либо варить, либо проращивать до седьмого дня прорастания, чтобы в них содержащиеся вредные белки, лектины, а растительные белки есть тоже вредные. Вредные, кстати, насчет лектинов я могу потом чуть подробнее рассказать. Они, кстати, провоцируют воспаление, в том числе воспаление суставов. И вот это основные ошибки сыроедов и веганов, которые это не учитывают. А знаете, где больше всего лектинов? Это посленовые. Ну, помидоры, да, помидоры, перец. Конечно, баклажаны, физалис и самое известное это белодон, от которой смерть сразу наступает. Это тоже к посленам относится. Но лектины в томатах, помидорах, перцах, да, они тоже вредны. И это человеку, конечно, есть не нужно. Также и злаки, но не все они содержат лектины. Да, вот, да. Вот, например, знаете, какие не содержат? Опять-таки тут по какому-то стечению обстоятельств выше, может быть. В общем, суть в том, что в сорго и в пшене, в древних русских злаках, пшеной сорго, вообще лектинов нет. И вот это-то как раз есть можно. И более того, там лизина много достаточно. А помимо этого, амарант, конопля, сорго, разные бобовые. Лизина много где еще есть? То есть человек, который потребляет более-менее разнообразную растительную пищу, к тому же зелень разную тоже, получит достаточное количество лизина. Понятно. Вот это сорго, вот никогда не ела сорго, значит, и никогда не ела конопли, вот просто никогда не ела. То есть я прямо радостна, потому что я изучила тему лектины, причем очень глубоко. Я на эту тему вышла, знаете, каким образом? Я вышла на нее через аутоиммунные заболевания. Сейчас у нас просто эпидемия. Ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит, рассеянный склероз. Это просто, ну, какая-то невероятная просто, невероятный всплеск, потому что, ну, если раньше рассеянный склероз ко мне могли обратиться, ну, так, это было очень редко, то сейчас прямо партия людей рассеянного склероза и аутоиммунного тиреоидита и ревматоида. Вот, Ольга Алексеевна, смотрите, книга Стивена Гандри, это такой известный не просто кардиохирург США и трансплантолог, ну, уникальный человек, который создал много даже методов по улучшению трансплантологии, причем детской, самой сложной, в книгу Гиннесса занесен, неважно, чем специалист, мировым именем профессор. Так вот он подробно в этой книге рассказывает про лектины. Я когда-нибудь сделаю отдельное видео, проанализирую, но он во многом прав. Он во многом прав, причем убирая лектины из пищи, проблемы практически, вот те, которые все-таки присутствуют, в том числе у веганов-сыроедов, потому что все люди могут делать ошибки и делают, по незнанию там и так далее. Так вот, убирая лектины, содержащие продукты из пищи, решаются практически все проблемы, если только не будет дефицитных состояний в каких-то минералах, витаминах, а это очень легко проверяется, сдаются анализы и контролируется, соответственно, рацион питания. Он просто немножко меняется, и проблемы можно все решить. А вот действительно лектины, это что? Это бобовые, это злаки, и, конечно же, это посленовые. Поэтому посленовые надо убрать все, там больше всего лектинов, и это недопустимо на самом деле. А помидоры едим просто немеряно. В том-то и дело, а, к сожалению, и в кожуре, и в косточках помидор содержится гигантское количество лектинов. Для наших зрителей скажу, что самый известный из лектинов – это белок глютен. Это все знают. Но глютен – это один из сотен лектинов, их сотни. И вот лектины вызывают правильно и воспаление, и потому в том числе аутоиммунные заболевания. А по суставам это номер один проблема. И если бы этого не было, как наши, помните, в старые времена наши предки сопротивлялись и картошке, Петром Первым привозимым, и даже при Николае Первом, мало кто это знает, были бунты картофельные. Это в 1840-х, 50-х годах. А старобрядцы настоящие еще в начале прошлого века чуть ли не проклинали детей своих за то, что они выращивают картошку. Но, видимо, на каком-то генном, подсознательном уровне они понимали, что это не русская, не наша пища. А вот репа, брюква, турнепс, любые вот эти корнеплоды, топинамбур – они прекрасны и полезны. И это наша пища, и капуста разных видов, и квашеная, и прочие, и ягоды лесные. Это прекрасно. Кстати, ликзин еще есть, вот мы и про лизин, в том числе и в грибах, в различных, и белых грибах, и вешенках. Кстати, в грибе белом, например, рекордное количество Д3, причем того самого витамина Д3, который нам как раз нужен как конечный продукт. Но мы тоже же варим грибы-то. К сожалению, поэтому дело в том, что раньше, вот вспомните, и грузди, и, допустим, рыжики сырыми ели. Сыроежки, они просто называются сыроежки, потому что их ели сырыми, на самом деле люди забыли. А во Франции, например, до сих пор, или в Австрии делают те же самые салаты с шампиньонами сырыми. А, пожалуйста, шитаки сырыми едят в Азии. А, скажем, допустим, вешенки, прекраснейший, ценнейший продукт, особенно желтые королевские, их тоже едят сырыми. Это просто люди все привыкли варить и жарить, а в природе этого нет. Это мы так изменили природу, и поэтому получили огромное количество болезней, которых нет в природе, когда тот или иной вид животного есть свой видовой тип питания, имеет, да, и есть то, что от природы ему положено, как виду. Вы знаете, у меня тут недавно история такая случилась. Мне на передержку дали, ну, попросили взять кошечку лысую, серенькую, такая, ну, красавица, невероятная просто красавица, донской сфинкс. Но у меня кошек последние 20 лет не было, поэтому я как-то так немножечко растерялась, но тем не менее кошка умная, пятилетняя, ласковая такая, и я решила, значит, ее передержать. Но уже так влюбилась в нее, что я уже даже ее отдавать не собираюсь. Но тут возникла другая проблема. Кошка привередливая. Что-то ест, что-то не ест и так далее, и так далее. И я начала изучать корма кошачьи. Вот у меня вообще не было даже задачи в жизни их изучать. Значит, один корм дала не ест, второй корм дала не ест, третий дала ест, выбрала корм для лысых ест. И когда я изучила состав, чем один отличается от другого, боже мой, я чуть от зависти не умерла к кошке. У меня теперь весь этот холодильник забит кошачьей едой разных, так наименований. Юрий Андреевич, там есть все. Там есть все. И B1, и фолиевая кислота, и B6, и B9. Там есть растительная клетчатка, там есть белки, там есть аминокислоты в чистом виде. В общем, там около, наверное, 50 ингредиентов в некоторых кормах в зависимости от цены. И я сижу и думаю, боже, а почему для людей корм не сделают? Ольга Алексеевна, а теперь вот смотрите. На самом деле сделали. И вот что я вам хочу вначале сказать. Что же вы не знаете, что у нас есть, мы производим уникальный, не имеющий в мире, я подчеркиваю, в мире аналогов. Первый в мире не веганский. Веганские выпускают корма для кошек и собак и в Англии, во Франции, во многих странах. А первый в мире сыроедный веганский корм для кошек и собак. В нем не просто больше 60 ингредиентов, в нем более 60 видов продуктов, которые используются. И конопляные белки, и амарантовые сорга, и все витамины и так далее. И вот этот корм едят даже люди. У нас наши многие мои клиенты и великолепно прекрасно себя чувствуют. Более того, уже два года мы его производим, и есть целые поколения, то есть которые кошек и собак выросли с нулевой точки жизни. Ну, когда мать перестает естественным путем кормить молоком своих щенят или котят, они, переходя на наши корма, едят только их всю жизнь. Потому что там есть вообще все. Я нюхаю вот этот вот мясной корм. И эти кусочки мяса, они у меня вызывают немножечко сомнения. Потому что она соус-то съедает, а они потом становятся как камушки. Я понимаю, что это не настоящее мясо, а что-то вообще какая-то такая фигня. Ну, конечно. Ну, откуда в промышленности в гигантских объемах будут еще и для животных, если для людей не хватает, по сути, мяса, так сказать, еще кластим? Это идут суппродукты, кишки в лучшем случае, а то и различные костные перемолотые ингредиенты и продукты отхода и рыбной и прочей промышленности. То есть это то, что уже со всем людям дать, ну, никак нельзя. Поэтому, вот я и говорю, мы давно озадачились этой проблемой, мы создали такой корм, после которого, перейдя через неделю, две, три, у кошек и собак проходят многие болезни, которые не могли вылечить ветеринары только изменением питания. Вот таким образом. Бросьте мне ссылочку, я прям покупатель. Пробуем пробовать, потому что я теперь как бы ответственна за эту кошку, а я человек очень ответственный. И понимая, что я ей ничего, кроме этого, не даю, потому что ветеринары не советуют, да, и я начинаю волноваться, а все ли у нее будет. Однажды, когда умер знаменитый кот Беляш, да, у миллионера, который с разными глазами, а он ведь умер, потому что в кошачьи корма забыли добавить таурин, аминокислоту, да, как бы, и кошки теряли зрение, умирали от кардиомиопатии. И этот миллионер заплатил миллион долларов, этого Беляша разобрали по молекулам молодого кота, да, и выяснили, что добавили таурин, но, скажем так, извинились эти самые кормопроизводители. Но у нас люди таурин никогда не кушают. Вот еще вопрос. Конечно. Давайте с вами как-нибудь сделаем по аминокислотам, потому что это очень интересно будет. Итак, Лизин, что я предлагаю, то есть я, вот в данном случае, вот, например, я живу в Нижнем Новгороде, я прямо вот реально не знаю, где мне взять, кроме вас, ну, хорошо, я вас знаю, да, я вам напишу, вы мне пришлете, да, но где взять в Нижнем Новгороде, например, семена этой конопли, я абсолютно не знаю, скорее всего, что их нету нигде. Поэтому это уже высший пилотаж такой вот сыроедения продвинутый, но что могут сделать люди, у которых нет или пока нет этого, так сказать, конопляной истории, да, они могут взять просто у нас в клубе Противити. Вот обратите внимание, тут семь незаменимых аминокислот полностью, и лизин, и изолицин, фенилаланин, и аргинин, и трептофан, и трианин, и, значит, все-все-все, что нужно для синтеза ферментов, гормонов, белков, и в том числе соединительной ткани. Это можно детям, можно взрослым, можно подросткам, обязательно нужно пожилым людям, потому что здесь матрица белая, то есть это не спирулина и не хлорелла, и мы не загущаем кровь, то есть здесь абсолютно растительная формула L содержащих фор аминокислоты, поэтому Противити проводили эксперименты, добровольцам брали раствор и водили внутримышечно, изотопные, помечали изотопами и дальше их сажали на велоэргометр, и через 20 минут у волонтеров уже в мышцах, при пункции мышц находили вот эти вот аминокислоты радиоизотопные, то есть если кто-то решил укрепить мышцы, похудеть, прокачаться, значит дать подростку, причем восстановить гормональный уровень, то вот на первое время Противити очень даже хорошо пойдет, ведь потому что, Юрий Андреевич, сыроедению надо обучаться, потому что если люди не стоят в вашей школе, не читают ваши записи, как бы все остальное, как-то вот такой детский лепет там вот на лужайке, да, они сразу же столкнутся с самыми главными проблемами, как говорите, они попадут на лектины, они сделают дефицит жирных кислот, они обеднят себя незаменимыми аминокислотами, они получат всю паразитарку по полной, потому что все это надо мыть соответствующим образом, обрабатывать, да, то есть, и, а дальше они уже на своем горбу, на своем, так сказать, на своих ошибках, граблях, они начинают выходить на правильное сыроедение, да, поэтому я всегда говорю, обучайтесь, вот обучайтесь, есть люди, которые знают об этом все, поэтому, но я как бы, я ни за что не буду обучать диетологии, потому что для этого надо иметь знания еще раз 100 больше, чем у меня, потому что продуктов 350, да, и, ну, сочетание продуктов, приготовление, это невероятно сложная история, те диетологи, которые у нас есть, это просто смех, это просто смех по вареной еде, что-то там шаманят, калории какие-то считают, это как бы, ну, абсолютно не соответствует никаким действительностям, да. Ольга Алексеевна, да, я, вы знаете, я, извините, я даже больше того скажу, я вот про Тивити знаю давно, хорошо, это действительно один из тех продуктов, которые и я рекомендую из Кораллового клуба, потому что действительно, и более того, и веганам, и сыроидам, как дополнительный источник аминокислот, если они в своем рационе их получают недостаточно, я тоже рекомендую, это очень хороший вариант. Более того, его можно вполне комбинировать и с тем же конопляным протеином, просто потребляя конопляный протеин, тогда меньше экономия на нем. Можно потреблять это и с тем людям, кто ест большое количество таких, например, зеленых листьев, например, шпинатов, которых тоже есть практически все незаменимые аминокислоты, то есть это прекрасная добавка, действительно, я только за... Кстати, когда мы белки получаем из зелени, там все-таки матрица гемоглобина содержится, и врачи иногда пожилым людям, которые варфарин принимают, там, кардиоаспирин, там, и так далее, они им вообще запрещают, даже два перышка лука нельзя съесть, ну, то есть, вот им вся зелень запрещена, и люди очень нервничают, то есть, им говоришь, что вот это можно, вот это можно, они говорят, нет, мне врач сказал, ни одного листочка, ничего, ни петрушки, ни укропа, ничего, и вот с этими людьми тоже как-то надо находить контакт, потому что гемоглобин зашкаливает, воды нету, все это сгущается, кровь тромбируется, да, так вот противити для них это вот хороший выход. Витамин С, вот, с витамином С, я думаю, что у веганов у всех все в порядке, потому что... Полно. Полно, полно, да, но тут вопрос усвояемости, да, вот функции у витамина С много, это и зубы, это и сосуды, это и коллаген, это и усталость, там, настроение, кровоточивость, заживление ран и так далее, и так далее, но, Юрий Андреевич, 90% витамина С идет гольная химия, гольная химия, причем, которая еще и не усваивается, которая содержит еще и, как бы, достаточно высокий уровень, скажем так, вот этих химических молекул, которые не проходят ни в клетку, никуда, и ученые, естественно, на эту тему начали думать. Значит, посмотрите, в каких продуктах заявлен витамин С, да, и здесь мы видим, ну, практически нет ни мяса, ничего, здесь полностью сыроедческая или веганская, вон, семена кориандра, гвоздика, манго, шафран, там, ананасы, там, красная капуста, папайя, салаты брокколи, киви и так далее, с витамином С все в порядке, но коралловый клуб пошел чуть-чуть по другому пути, он пошел по липосомальным формам, что такое липосомальные формы? То есть, представьте себе, что молекула витамина, она ведь очень активная, она агрессивная, она раздражающая, если, допустим, ну, вот, например, я обожаю жимолость, да, там огромное количество витамина С, я очень люблю, значит, кислые ягоды всякие, разные, да, и однажды я объелась жимолости, ну, наверное, полстакана съела, и я сразу почувствовала, то есть у меня желудок заболел, оказывается, я не знала, что жимолость надо, ну, как-то там, что, кстати, с жимолостью делать? Нет, ну, жимолость, там есть очень много различных фитонцидов и специфических веществ, летучих, эфиров и так далее, поэтому его много есть, просто так не нужно, а вот если вначале какая-то пища жирная, например, тот же авокад, салат, да, или кокосовое масло, которое, кстати, я очень рекомендую рассасывать по чайной ложечке хотя бы раза четыре в день, так вот, вот после еды вполне можно принимать и принимать в том числе жимолость, и клюкву, и бруснику кислые, вот эти ягоды, которые содержатся в том числе органические кислоты, и тогда раздражать так кишечник они не будут, и как это происходит, если до еды, либо вместо еды основной это принимать? Абсолютно точно, Юрия, ученые пошли по этому же типу, что они сделали? Они взяли молекулу витамина С и заключили ее в подсолнечниковые фосфолипиды, то есть мембрана стенки жирная, витамин С находится внутри, липосомальная стенка жирная, и липосомальная стенка, сливаясь с мембраной клеточки, усваивает, то есть и витамин С детям можно, взрослым, пожилым, всем можно, то есть он абсолютно становится, во-первых, усвояемый, а во-вторых, безопасный, потому что, ну, не могут люди выпить там и сока, стакан, и все, потому что, особенно те, у кого гастриты, у кого дуадениты, у кого язвенная болезнь, то есть все витамины идут, особенно из соков, они идут раздражающие, потому что там кислоты плюс еще, ну, сам витамин С это аскорбиновая кислота, да, в любом случае много не выпьешь. Так вот, липосомальная, вы познакомьтесь, пожалуйста, это новая форма, может быть, вы даже его еще не видели, он у нас буквально месяц, производство Нидерланды, причем основная компания, которая занимается именно разработкой, и у нас три продукта сейчас, вот витамин С, витамин Д, кстати, витамин С, смотрите, где находится, ну, то есть фрукты, овощи, ягоды, вот в основном, да, вот я облепиху, например, вообще не могу есть, да, я совершенно не могу есть лимоны, не люблю апельсины, то есть, понимая, что мне нужно большое количество, я лимон в чай кладу, ну, вот как-то так, то есть, я понимаю, что у меня С все время в недостатке. Квашеная капуста, особенно квашеная, там очень много рекордсмен по витамину С, то есть можно, особенно если это с ягодами, где немножечко хотя бы клюквы есть, да, ферментированной, вот любая ферменция, русские рецепты опять, да, русские старые рецепты, конечно, вы знаете, когда в 1600 каком-то году в Европе был такой вот какой-то морголодомор, да, холодно очень было, ничего не вызрело, у них повыпадали зубы, откуда у них пошли эти вуальки, да, зачем 18-летней девушке вуальку одевать, зачем курицу, например, перемалывать, условно говоря, в свои кишки делать там фаршированную, да, у них была проблема, у них в 20 лет уже зубов не было, поэтому они все закрывались вуальками, у них был колоссальный дефицит витамина С, прямо несколько, десятилетия было таких холодных, в России в этот момент все было замечательно, капуста, брюква, клюква, там черемуха, там всякие различные вот эти вот облепихи все, хвоя, хвоя, которую люди тоже потребляли, делали экстракты и настои, да, у нас вообще не было этих проблем, поэтому нам никакие вуальки не нужны были, никакие там, никакие там прононсы, когда человек не мог, по-французски сейчас говорят, я никак не могла понять, что они рот картавят, да, у них зубов, оказывается, не было, то есть, а я, знаете, случайно на это наткнулась, я читала диетологию, в смысле, вообще, кулинарию, кулинарию читала, думаю, зачем фаршированная рыба, фаршированная, когда у человека нет зубов, ему, естественно, нужно все это... Конечно, конечно. ...место раз перемолоть, да, вот, поэтому с витамином С нам все понятно, и вот эта липосомальная форма прямо рекомендуют, а вот сейчас еще более история, смотрите, витамин Д, это, я считаю, бич, мы начали проводить исследование, мне в одной из диссертаций, когда я изучала, попались такие сведения, что у 90% людей и детей, ну, вот прям выборка была, не хватает витамина Д, я думаю, ну, чем-то фигня какая-то, ерунда, но я не беру в Африку, я беру нашу Россию, я беру там, где солнца нет, либо такой туман, что и тоже солнца нет, да, и я начала на своих, значит, клиентах, на своих пациентах, я начала всем по умолчанию назначать витамин Д и витамин В12. Юрий Андреевич, я в шоке, я в шоке, точно, 50% это просто, витамин Д находится меньше минимальной нормы. Я, значит, впечатлилась, думаю, сама пойду сдам, но меня вообще ничего не беспокоит, я как-то нормально, но у нас в компании не было витамина Д, вот в чистом виде вообще, да, и я как-то, ну, мы же что привыкли, мы привыкли, что витамин Д это рахит детский, да, вот если у ребенка уже там облысело, там живот висит, ноги кривые, вот витамин Д, но дело в том, что, оказывается, и у 30-летних, и у 40-летних вообще не хватает всем, а это почти, это практически гормон, а он регулирует обмен кальция-фосфора, он кости, всасывание кальция из кишечника, и самое главное, участвуют в выработке серотонина, и витамина, и допамина. Допамин – это молекула мотивации, то есть у нас депрессии, у нас люди плохо себя чувствуют, и делаем им витамин Д, у них менее 30%, вообще там у некоторых по 20, там, когда норма за 50 туда идет, да, поэтому я поставила вопрос таким образом, что нам обязательно нужен витамин Д, но компания сейчас быстро реагирует на все, как бы, просьбы, да, тем более, что я обучающая академия, и они взяли витамин Д не просто витамин Д, а в липосомальной форме. Посмотрите опять, какие продукты у нас идут для витамина Д, вот опять, ну, белые грибы, да, сырые опять, да, цельное молоко, рыбий жир, суши, тофу, швейцарский сыр, яйцо, там, соя, слава богу, икра, ну, естественно, да, лосось, грибы шиитаки, вот сразу след прослеживается лечение, да, ну, как, что делают китайцы, что делают японцы, шиитаки, миитаки, вот это все, да, там, опять, рикотта, скумбрия устрицы, где нам устриц взять, нигде нету, значит, апельсиновый сок, слава богу, хотя там витамина Д совсем следы, овсянка, ну, тоже варим, да, мы же не кушаем сырую овсянку, и дальше пошла печень, сардины, креветки, там, козий сыр, сметана, я попробовала есть козий сыр, вообще невозможно, ну, как бы, да. Кстати, Юрий Андреевич, по поводу козеина А, или козеина там первого типа, там же тоже лектины. Безусловно, но там другая проблема, козеин, молочный белок, любой, коз, коров, неважно, чтобы его полностью разобрать в кишечнике, и чтобы в виде аминокислот все сосалось в кровь, это, кстати, кровь жидкая, да, соединительная ткань, все правильно, так вот, что необходимо? Необходим такой фермент специфический, который называется ренин, он вообще не вырабатывается в желудках детей, человеческих детенышей, а он только вырабатывается в желудках козлят и телят, не путят с рениным гормоном надпочечников, поэтому, да, поэтому, значит, это вообще не человеческая пища, надо человеку молоко прекращать тогда пить, когда его мать естественным путем прекращает его кормить, таковы законы природы. Поэтому передает это, да? Безусловно. В молодец своем. Да, все, а там, да, там специальные, там симбиотические бактерии в молоке человеческом, в матери, которые делают то же самое, что фермент ренин в желудках телят заставляет перевариваться вот этому очень сложному белку козеину. И вот тогда проблем нет. То есть, когда человек не извращает законы природы, которым бесчисленное количество лет, когда все виды млекопитающих животных, кроме человека, в естественной природе, кормят, как и положено, природой, или богом, богами, кто как хочет, да, отведено всему свое время. Есть понятие онтогенеза, индивидуального развития организма. И на этом этапе он называется молочный, да, этап. Козленок, молочный теленок, или грудной ребенок, если мы о человеке говорим, должен пить молоко матери, это естественно. Потом молоко. Никакое. Тем более других видов животных с другой программой генетической, информационной, с другой биохимией, где больше белка, жиров меньше, а у человеческого в молоке, наоборот, жиров больше, и так далее, для развития мозга. Так вот, это уже нельзя. И поэтому, извращая законы природы, мы всегда получим болезни, рано или поздно. Так что в молоке очень много проблем, коровь и у козьего, для человеческого организма. Там и проблема в окисленных жирах, потому что возникают вот эти молекулы, гидропероксид, липиды, мощнейшие мутагены при окислении. Ведь как ребенок или теленок сосет, сосет, вакуум, нет кислородом связи, а когда доют, а потом еще перемешивают, взбивают, жиры окисляются очень быстро, возникают мутагены. Более того, там есть еще проблема с, не совсем с лактозой, а с галактозой, которая практически не выводится из организма, когда из лактозы идет диссоциация на вот, соответственно, глюкозу и галактозу. Это проблема, это суставы, скрюченные пальцы, отложение галактозы на суставах, приводит к артритам, артрозам в том числе. На хрусталики глаза, это катаракта, когда галактоза откладывается. Вот это все следствие извращения законов природы, как бы кто не хотел, как бы кто во что не верил. Это факт. Абсолютно с вами согласна, вот абсолютно с вами согласна. Вы знаете, я вот сейчас сижу и чувствую себя как бы, мы мало с вами выходим в эфир, Юрий Андреевич, мало выходим в эфир, нам надо чаще выходить в эфир, потому что вот то, что вы сейчас говорите, это уникально просто, да, и это должны знать все, потому что я вот тоже как бы, но бывает сливки там, в смысле кофе со сливками, я не люблю кофе без сливок и как-то добавляю, и все время пытаюсь, так сказать, бросить вот это употребление, и как-то, но я настолько привыкла, видимо, к молочному сахару, что обязательно там куда-нибудь этих сливочек, чего-нибудь там плесну, да, и я уже понимаю, что хорош уже, Оль, хорош уже, там уже в возрасте надо вот этого, от этого от всего избавляться, поэтому чем старше человек, тем решительнее он должен, в общем, это убирать. Но опять, везде нужна грамота, Юрий Андреевич, везде нужно знать. Знаете, что посоветую, смотрите, кокосовое масло, как я уже сказал, органическое, натуральное, и, кстати, это насыщенные жиры, это великолепно, а тем более там есть такие жирные кислоты, которые являются мощнейшими антисептиками, и так далее, и так далее. Второй момент, если мы говорим... Противогрибковое. Конечно, конечно, более того, когда мы говорим о салатах, например, я советую добавлять только льняное масло, не нужно разнообразия, не нужно других масел, потому что льняное масло, в нем идеальное соотношение омега-3 к омега-6 жирным кислотам, оно выравнивает эту проблему перенасыщения организма омега-6 и 9 жирными кислотами, и вот это льняное, но оно должно быть в идеале либо вакуумного отжатия, а мы такое производим, вакууме отжимается, чтобы окисления вообще не было, либо, как это на Руси делали, были, вот знаете, как были портативные мельницы, есть же такие, сейчас продают, выпускают портативные маслодавки, засыпаются семена, шнековая ручка крутится и масло капает, сразу налил себе, все прикрыт, ну помыть только, разве что потом надо, но, как говорится, тут без труда и не выловишь рыбку из пруда, наша лень современного общества зашла в такой, человека завела в тупик, что он уже из кровати ему лень встать, а это же неправильно, и еще, знаете, что я хотел сказать, я очень советую с жиров авокадо, да, потому что тоже авокадо, значит, заменяет огромное количество жиров, если можно, так сказать, животных, хотя это не естественная человеческая пища, но мы говорим, как бы экстраполируем, то есть можно, кстати, даже тужить кето-диету, новомодную сейчас, подобрать великолепную веганскую, и у нее будет гораздо больше плюсов, чем те минусы, которые обязательно вылезут через несколько лет у тех людей, кто переходит на мясную кето-диету, там... Как вы относитесь к мясной кето-диете? А я объясню вам, я скажу сейчас не свое мнение, я сейчас скажу истину, то есть констатацию законов природы. Вот буквально сегодня может быть у меня выйдет одно видео про кето-диету, а на днях, ну, через максимум месяц я выпущу второе, где я проанализирую, во-первых, книгу генералов о кето-диете, Виктории Бутенко, два видео и другие, все видео о кето-диете, всю эту информацию объясняю. Значит, смотрите, там есть плюсы, такие как то, например, по переводу на кетоз с гликолиза, да, энергообмена организма, действительно много, инсулин практически не нужен, значит аппетит снижается, значит человек ест меньше и у него действительно жировая масса снижается, человек худеет на кето-диете, это правда. У человека легко пройдет диабет сахарный второго типа на кето-диете, это однозначно. Много других болезней пройдет, будет больше энергии, это все правда и тут нет ничего удивительного, всего лишь это происходит потому, что человек избавляется от балласта быстрых углеводов, снижает нагрузку вот эту инсулиновую, значит воспаление тем самым снижает в организме и так далее, и так далее. Но тут есть одно то, что эти люди не учитывают, поддавшись эйфории, улучшение временного состояния их и даже которое может держаться год-два и так далее. А я объясню. Конечный продукт вот этого потребления высокомолекулярных мясных белков это реакция антигена-антитела с образованием вот этих путрисынов, кадаверинов, кадавер по латыни, труп, это трупные яды и гнойные токсины, которые в конечном счете приводят к нарушению процесса деления клетки и в конечном счете они обязательно приведут человека к онкологии. То есть те, кто переходит на мясную кето-диету, они будут себя хорошо чувствовать, очень хорошо первые годы, а потом у них будет гарантированный рак, как собственно говоря у всех людей, рано или поздно, которые едят мясо, а тем более едят мясо в больших количествах. Сейчас очень много нововведений, новых диет. Я когда раньше изучала диету Аткинса, значит, мне сразу не понравилось, что от мочи должен быть запах ацетона, потому что я как врач с этим категорически не согласна, чтобы от мочи пахло ацетоном. Почки, ну я не знаю, что будет с почками, да? На грани, на грани. Конечно, более того, знаете, Ольга Алексеевна, еще что хочу сказать. Значит, я хочу вам... Да, и кстати, в моем видео, которое выйдет, мы там перевели, я заплатил деньги специально за профессиональное озвучивание лекции маленькой, короткой, известного американского врача Майкла Грегора. Кстати, очень рекомендую вам его лекции смотреть, как и всем нашим зрителям. Так вот, там будет профессиональное озвучивание его не мнения, а констатации фактов на основе научных исследований, доказательных о кеторационе, о кето-диете, в том числе анализируя и спортсменов и так далее. Вот обязательно посмотрите это видео, я вам ссылочку как выйдет скину. А последнее, что я хочу сказать в рамках вот нашего с вами разговора про витамин D. Очень мало кто из людей знает, что витамин D есть D3, а есть еще D2. И витамин D2 тоже очень важен и нужен. И бывает так, что D3 сдаешь анализы дефицита, нет, а D2 дефицит. И это связано с такими напряжирными кислотами, как ДГК и другими омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, вот такой связи. Поэтому я очень рекомендую людям делать анализы, хотя бы такие, иногда, помимо общих анализов крови, которые стандартно делают, смотрите на что, на витамин D2, D3, витамин К, витамин B12, гомоцистеин, потому что если даже B12 как норма, но гомоцистеин повышен, значит B12 дефицит, даже если он показывается как норма. Эта ошибка в лабораторных измерениях происходит тогда, когда фолиевой кислоты B9 выше нормы. Вот так-то оказывается. Понимаете? Понятно, понятно. Но у нас витамин D в липосомальной форме, причем, опять же, с эссенциальными фосфолипидами подсолнечниковыми, то есть, хорошо усваивается, через пипеточку дозируется, мягкая форма, вкусненький, вот прямо замечательно. Я сделала анализ, анализ у меня понижен, я тут же попила, сделала анализ, у меня нормализовался. Но D2 я не делаю, обязательно сделаю. Спасибо огромное. Так вот, значит, давайте мы подрезюмируем. Итак, ну абсолютно не вызывает сомнения, что соединительная ткань это соединительная ткань, что ее 25 типов, что она синтезируется, что она синтезируется из белков, минералов, витаминов, и, ну естественно, глюкоза нужна, там солнечный свет и так далее, и надо запустить хотя бы этот синтез. Вот, с чего начнем? Начнем с белков, то есть, те советы, которые вы дали. Кто не хочет копаться, вот как бы сильно, либо не получается, либо некогда, либо дорого, пожалуйста, противите, выход прямо вот тут. Запускаем витамин С, причем особую форму, уникальную, запускаем витамин Д и смотрим. Смотрим, анализируем, как будут суставы себя вести, как будет аппетит, как будет это все, и ждем от вас, так сказать, кето-диеты, растительные кето-диеты, вот это было бы очень интересно, я прям, честно говоря, я даже представить не могу, что туда войдет. Вообще, вы сказали, я прямо растерялась, я сижу у себя в голове, там, мысли гоняю, думаю, боже, что сюда может войти, в эту кето-диету растительную, да, но понимаю, что растительные масла какие-то, да, но вот интересно, как вы из этого, как вы будете вот это все балансировать, вот вы меня прям удивили в очередной раз, Юрий Андреевич, значит, что я могу посоветовать нашим людям всем, друзья мои, все новое, это хорошо забыто старое, но человеку свойственно думать, что он Бога за бороду ухватил, придумав одно, придумав второе, придумав третье, там, что-то синтезировав, да, а на самом деле, все просто, на самом деле, нужно посмотреть, чем питались наши предки, хотя бы для разнообразия, поставить себе это дома на стол, кому сложно льняное семя, кому сложно льняное масло, кому сложно, я не знаю, тот же амарант купить, сейчас, слава богу, продается во всех местах, да, кому сложно какие-то другие вещества, какие мы советовали, то есть, это не сложно на самом деле, просто нужно сделать какие-то усилия, да, мы с Юрием Андреевичем, во-первых, я получила огромное удовольствие от разговора с вами, да, потому что сейчас буду как-то свои познания в этом деле, как-то разворачивать, да, потому что я иду массовым путем, вот человеку просто пойти взять противитель, вот просто, человеку просто пойти взять витамин С или витамин Д, причем гарантированные учеными и так далее, да, и сложнее сделать шаг к изучению, вот сложнее, понимаете, темп, ритм, денег нет, это нет, но я все-таки призываю вас, друзья, обучайтесь, обучайтесь, смотрите, потому что мы работаем специально для вас, медицина наша немножко разрушается, у нас сейчас появляются очень серьезные стандарты, и врачи, им просто вяжут руки по рукам, по ногам, то есть, они не смогут оказать вам, вот, ну, такой помощи, которую вы от них ждете, поэтому спасение, что называется, себя, это дело своих рук, вот никогда не опускайте руки, и включайте мозги, пожалуйста, вот, соединительная ткань, ее надо знать, ее надо понимать, ее надо любить, изучать, и надо создать ей условия, то есть, организм готов вас до 100 лет обновлять, но за счет чего? Ресурсы нужны, нужны сырье, нужно сырье, поэтому мы с Юрием Андреевичем только приоткрыли маленькую щелочку, в которую можно просунуться, да, чтобы понять глубинные, вот, у нас на Руси всегда было так, одним махом по бивахам, вот, знаете, мне это нравилось, если честно, да, существуют какие-то универсальные ключи, к разгадке каких-то тайн здоровья, и болезней, да, так вот, соединительная ткань, это золотой ключ, к 25 типам структуры организма человека, друзья мои, слушайте нас, мы все время для вас в эфире, Юрий Андреевич, спасибо вам огромное, да, Ольга Алексеевна, я очень рад тоже нашей беседе, вы знаете, на такой хотел бы еще позитивной ноте закончить, я вот сейчас тоже готовлю одно очень интересное видео, вы, может быть, знаете, у меня есть такая целая рубрика, отдельный плейлист на моем канале в ютубе, которая называется «Долголетие и долгожительство», и вот вы сказали про сто лет, я хочу вам, вот, Ольга Алексеевна, и нашим зрителям сейчас показать, а потом в увеличенном виде это будет, уникальную, ну, через бумажку, чтобы не доставать, марку, уникальную марку, это марка 1956 года, на ней изображен Магомед Айвазов, известный официальный советский долгожитель, и знаете, почему известно абсолютно точно его возраст, который я вам сейчас скажу, и на марке, в двух вариантах почтовых марках он был издан, а дело в том, некоторые скажут, ну, вот, паспорта не были, или выдавали, потом могли чего угодно написать, но это все глупость, дело в том, что этот человек известен абсолютно точно, когда он родился, потому что он был основателем аула, то есть в этой деревне потом родились все, кто был там, жил, и понятно, все его знали с самого детства, даже самые старые старики, так вот, вот марка была сделана, когда ему было 148 лет, вот так. В Японии сейчас, недавно совершенно, Коралловый клуб вывез лидеров, топ-лидеров, которые оздоравливают огромные массы людей, ну, миллионы людей в мире, да, вывез в Японию, в сердце Японии остров Окинава, я была, конечно, потрясена, там живут 16 тысяч человек, переживших 110-летний рубеж, в Японии и так 50 тысяч долгожителей скопилось, да, простые люди, простые люди, никаких фитнес-залов, ничего такого нету, живут на своих участках, доброжелательные, копаются, там, выращивают цветы, радуются жизни, в 90 лет их в хор берут, они начинают петь, и мы с вами когда-нибудь можем поговорить о японской диете, Юрий Андреевич, вот прямо мечтаю, я буду говорить, что они либо едят, ли не едят, а вы будете аналоги какие-то наши русские, потому что, ну, не сможем мы их диету полностью повторить. Более того, а нам и не надо, у нас есть свои аналоги, кстати, когда вот при Сталине в 1948 году была перепись населения, и долгожители изучали очень активно, например, в Белоруссии самая старая бабушка в этот период была, ей было 136 лет, в Абхазии в этом году был Мансыр Киуд, которому тогда исполнилось 144 года, так что это все, 146, извините, лет точно, потому что он второго года рождения, представляете, то есть после Пушкин родился, а он через три года после Пушкина еще в 1948 году жил, поэтому это было, это реально у нас есть свои аналоги, а про японцев, когда мы с вами будем говорить, я еще покажу нашим зрителям очень интересную книгу, как японцы оценивали, для них тогда это было дикостью, голландцев, европейцев, которые тогда в 19 веке приплывали в Японию, знаете, они про что говорили, они говорили, какие-то они ненормальные, они едят трупы животных и пьют белую кровь, белую кровь, имея в виду молоко, потому что никогда в Японии это не пили, и потому у них не было диабета первого типа аутоиммунного заболевания, потому у них не было многих других болезней, которые сейчас, с середины прошлого века, пошли массово, и в Японии, когда японцы изменили свой образ жизни и питание в массе своей, и только лишь правильно вы говорите, на Окинаве, где-то в других частичках Японии сохранили уклад жизни, и более того, вот там вот эти последние живут долгожители, вернее, долгодоживатели, а новые поколения, к сожалению, уже из-за этой глобализации проклятой начинают есть и вести себя точно так же, как европейцы получают те же самые болезни белого человека. Да, да. Спасибо вам огромное за полученное удовольствие, Юрий Андреевич. Я надеюсь, что вы быстро разместите это все, и чтобы наши слушатели могли это все узнать. Пожалуйста, друзья мои, желаем вам здоровья, ума и жажды образования, то есть быть здоровым несложно, надо только понять, как это сделать, и мы себе могилу копаем ложкой и вилкой, и еще СВЧ-печка сверху стоит, и кастрюля на ней, вот, вот эти мы себе могилу копаем, поэтому обучайтесь, смотрите, до новых встреч. Всего хорошего, дорогие друзья, до свидания.